У нас сегодня на завтрак молоко, чай, бананы и каша. Главный компонент ежедневного школьного завтрака – молоко. Каждое утро его получают все 242 ученика младших классов Кингисепской первой школы. А по всей Ленинградской области программой с названием «Школьное молоко» охвачено 55 тысяч младшеклассников. Им нравится молочок, пьют с удовольствием, не бывает такого, что раньше было. Тошли, меня там грел, как раздевали, сейчас в стакане молоко, но сейчас это очень бухло. В картонных упаковках по 200 граммов молока жирностью 3,5%. 8 лет назад в 47-м регионе приняли закон, по которому его за счет областного бюджета получают все младшеклассники. И каждый из них знает о его вкусовых качествах и степени полезности. Тут очень вкусное молоко. И мне нравится молоко, потому что оно полезное. Я у вас, я пью каждый день молоко, и я получаю пятерки. Катина, одноклассница Маша, недавно ездила с родителями в военный пансионат. Впечатление от санаторных обедов у девочки осталось далеко не радужное. Говорит, даже успела соскучиться по блюдам из меню школьной столовой. Да, вкусные кащи варили и суп варили салонный. А молоко давали? Может, Маше не понравилась кухня именно потому, что не хватило молока, а может, потому что привыкла она к высококачественным школьным блюдам. Ее первая школа в этом году заняла второе место в областном конкурсе по организации школьного питания. Сто процентный охват горячим питанием. Начальная школа, дети начальной школы питаются два раза и завтракают, и обедают. Старшеклассники с пятого по одиннадцатый класс получают только горячие обеды. Но у нас есть дети, которые получают социальную поддержку. Это при необходимости сдачи документов, дети питаются бесплатно и также получают горячие завтраки и обеды. Первая школа солидарна в своих стремлениях вместе с Всемирной организацией здравоохранения в цели укрепить состояние здоровья школьников. Как и в администрации Ленинградской области, здесь поддерживают программу «Школьное молоко» с первого года ее реализации. В 2014-м на нее запланировано потратить 93 миллиона рублей. В будущем же собираются увеличить финансирование до 95.